МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В парке дружбы народов сегодня традиционно возлагали цветы к памятным знаком жертвам Чернобыля и камень мира Хиросимы. Четыре тысячи минчан пришли сюда отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни помогал сводить к минимуму последствия аварий. Нина Чернякевича неравной борьбе с невидимым врагом радиации знает не понаслышке. Немирный атом сначала забрал у нее мужа-ликвидатора, а позже и сына. Он работал в автобазе, начальника производственного отдела, и, конечно, все эвакуации, людей и скоты вывозили, и шел транспорт оттуда. Я надеюсь, что вот мы выжили, мы все преодолеем, и в нашей жизни будет все получится. За упокойную литию по погибшим в катастрофе на атомной электростанции отслужил митрополит Минский Заславский Павел, патриаршик Зарх, всея Беларуси. В память о жертвах катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции сегодня открыли мемориальную доску. Она появилась в крипте храма памятников в честь всех святых и в память безвинно убиенных в Отечестве нашим. Строились медицинские центры, разрабатывались новые технологии оказания помощи пострадавшим. В общем, государство делает и будет делать все возможное для того, чтобы эти земли, которые попали в зону загрязнения, восстановить. За мужество и героизм, проявленный под сигнал тревоги, сегодня городская власть чествовала почетными грамотами Мингородсполкома, ликвидаторов последствий катастрофы. В этом году на выплату льгот пострадавшим от аварии на ЧАЭС предусмотрено 233 миллиарда рублей. Это и социальная поддержка, и медицинское обеспечение, и оздоровление. Солнце над моей Белоруссией, пусть сияет тысячи лет. Воспитанники столичной гимназии колледжа искусств сегодня презентовали свои наработки. Коллективное творчество юных художников уже заинтересовало национальный заповедник Беловежская пуща. Здесь готовы выставить коллекцию работ талантливых ребят. Некоторым из них о трагедии на Чернобыльской АЭС больше известны не из учебников, а от родных. Хотела, чтобы все время наш мир был в порядке, в спокойствии, чтобы люди не насылали вреда природе. Дню памяти в нашей стране жители, которые испытывают последствия чернобыльской беды, придают особое значение. Сколько бы времени ни прошло. Оксана Семашко, Дмитрий Боярович, Илья Максимов, Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Минские семьи растут. Число вторых последующих родов в столице стремительно увеличивается. Ежегодно в Минске число многодетных семей перерастает больше, чем на тысячу. Медики рассчитывают, что в этом году около пяти тысяч минчан появятся на свет в новом родильном отделении пятой клинической больницы. Благодаря современным подходам столичного здравоохранения специалисты отмечают значительное уменьшение числа так называемых сложных родов. Только за прошлый год в столице появилось на свет 27 тысяч малышей. Наибольший рост рождаемости отмечают во Фрунзенском, Московском и Заводском районах. По числу новорожденных столица традиционно в лидерах. Каждый пятый ребенок из общего числа родившихся в стране минчанин. Среднемесячная заработная плата в Минске достигла 10,5 миллионов рублей и увеличилась на миллион по сравнению с февралем текущего года. Такие данные предоставил Национальный статистический комитет Республики Беларусь. В промышленности города средняя заработная плата составила 8,6 миллионов рублей, в строительстве 9,3 миллиона, на транспорте 9,4, в образовании 6,1, здравоохранении 7,4 миллиона рублей. Наиболее высокая средняя заработная плата зафиксирована в сфере информационных технологий информационного обслуживания. В тройке лидеров также финансовая и страховая деятельность – воздушный транспорт. Самый высокий показатель номинальной начисленной среднемесячной заработной платы зафиксирован в Первомайском районе. До купажа искусства валяния из войлока ремесленников в столице становится все больше. Только с начала этого года свыше тысячи горожан уплатили сбор по осуществлению данного вида деятельности. По количеству новых мастеров столица лидирует среди других регионов. На данный момент в Минске работает более 5,5 тысяч кустарей. Такая тенденция не случайна. Согласно 225 указу, порядок осуществления ремесленной деятельности максимально упрощен. Им не нужно открывать ИП. Любой творческий человек может прийти в налоговую инспекцию по месту жительства, написать заявление, уплатить ремесленный сбор в размере одной базовой величины. И при этом со следующего практически дня он может считать себя ремесленником. Строительство путепровода над главным проспектом Минска идет с опережением. Завершить возведение столичной развязки проспекта Независимости и Филимонова планируют в июле этого года. Уже выполнены все работы по инженерным коммуникациям. Стоит отметить, что строительство впервые велось над действующими тоннелями метро. Для безопасности их одели в железобетонную рубашку. Сейчас идет завершающий этап. Специалисты занимаются благоустройством. Укладывают тротуарную плитку и создают велодорожки. Особое внимание зеленению идет восстановление парка возле национальной библиотеки, а вдоль проспекта высаживают молодые деревья. Выполнены 100% два слоя асфальтобетонных покрытий по проспекту Независимости и на съездах с путепровода. Завершается работа по устройству асфальтобетонных покрытий по улице Филимонова. Следующим этапом в ближайшие два месяца будет выполнен полный комплекс асфальтобетонных покрытий, то есть с устройством верхних слоев, с устройством новой разметки из термопластика на всем участке. Несмотря на пасмурную погоду, площадь Победы сегодня стала по-настоящему летней. Сотрудники предприятия «Минск-Зеленстрой» активно начали подготовку к майским праздникам. Всего по городу до 15 мая планируется высадить около 1,7 млн цветов. В первую очередь преобразятся объекты проведения праздничных мероприятий. Это мемориалы и братские захоронения. Сегодня территорию возле монумента Победы украсило больше 130 тысяч цветов, в основном яркие виолы. Вскоре к ним присоединятся красные тюльпаны. Вот тюльпаны осенью мы высаживаем, чтобы весной, 9 мая было все красиво. Вот уже сами видите, расцветают. Ну и сейчас мы садим виолу разных цветов. Оранжевая, фиолетовая. Это все столичные подробности на сегодня в студии новостей, которой всегда рядом работала Наталья Михайлик. Всего доброго!